МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Где купить дешевые продукты, когда ждать пожара на Красной площади и кто в Чувашии раньше всех проводил зиму? В новом выпуске обзора прессы мы расскажем о самых интересных материалах за неделю. Здравствуйте! На выставку с авоськами. В Чебоксарах завершила свою работу единственная в стране выставка, посвященная самому народному овощу – картофелю. Агрария и ученые здесь обмениваются опытом, а прозорливые граждане запасаются качественным семенным материалом. Газета «Советская Чувашия» подробно рассказывает о том, у кого стоит покупать картошку для выращивания, где в Чувашии получают самый большой урожай и куда стоит стремиться нашим производителям. Мнением на этот счет поделился и посетивший выставку глава Чувашии Михаил Игнатьев. Санкции ряда стран Евросоюза, США, с одной стороны, создали определенную проблему для отдельных отраслей экономики, но сельхозтовары производителям, они дали дополнительные импульсы для того, чтобы заниматься современными технологиями, повышать качественные показатели и получать прибыль. В перспективе мы должны рассчитывать на экспорт картофеля, в том числе семенного, при этом полностью обеспечивая картофелем внутренний рынок. Овощную тему продолжает газета «Чебоксарские новости». В столице республики стартует серия ярмарок с участием товаропроизводителей из районов республики. Организаторы обещают широкий выбор и доступные цены. Первыми свою продукцию горожанам предложили фермеры Цивильского района. Ярмарки будут проходить по субботам на территории торгового центра «Шубашкар». Кроме непосредственно торговли, организаторы обещают насыщенную культурную программу. Подробности читайте в «Чебоксарских новостях». Между тем, на политическом поле изменения. Оппозиционные партии продолжают нести потери, утверждает газета «Про город». В свежем номере издания выходит материал, где депутаты Госсовета из фракции «Справедливая Россия» Лукин и Михайлов объясняют, почему они покинули ряды эсеров. Газета также вспоминает разлад в стане коммунистов и отмечает, «Если коммунисты на протяжении последних лет покидали партию по одиночке, то их коллеги по цеху решили выстрелить дуплетом». В этой ситуации единороссы сориентировались быстро и предложили коллегам по Госсовету принять участие в предварительном партийном голосовании в мае. «Нам по пути с теми, кто готов работать, засучив рукава», приводит издание слова секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Николая Малова. Подробности политических демаршей в свежем номере газеты «Про город». А в Новочебоксарске подвели итоги социально-экономического развития города за 2015 год. Газета «Грани» сообщает, докладывал глава администрации города Олег Бирюков, внимательно слушали и задавали вопросы республиканские министры и местные жители. Среди главных тем благоустройства территории города, ремонта содержания дорог, вопросы жилищно-коммунальной сферы. «Мы открыты для общения», – подчеркнул Олег Бирюков и добавил, что в рамках реализации проекта «Открытый диалог» руководство городской администрации и депутаты еженедельно проводят встречи с населением в школах, детских садах, на предприятиях, во дворах, выслушивают жалобы, предложения, пожелания, замечания новочебоксарцев, чтобы совместными усилиями решать поставленные задачи. Об этом читайте в газете «Грани». Самую большую масленицу в Поволжье установили в Чебоксарах. Красавицей высотой в 10 метров можно полюбоваться на Красной площади города. Здесь же расположился целый масленичный городок с ярмарочными рядами для взрослых и различными мастер-классами для детей. Сжечь 10-метровые чучела масленицы планируют в воскресенье, а подробнее с программой самых интересных событий масленичной недели Чебоксар можно ознакомиться в газете «Московский комсомолец». Если жителям столицы республики проводить зиму еще только предстоит, то в Комсомольском районе уже встретили весну. Массовое гуляние, посвященное этому знаменательному событию, прошло 7 марта, в канун Международного женского дня. Следуя обрядам, участники праздника веселились, пели и шутили, призывая удачу на весь год. А в завершении, как принято, сожгли чучело масленицы. Газета «Качал Йен» передает подробности с места событий. Это был обзор самых заметных публикаций за неделю. Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»!